Вот вы, девушка. Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Садитесь. Мы с мужем живем уже 18 лет. Благодаря вашим лекциям поменяли свою жизнь. Спасибо вам большое. Жене друг другу поменяли. Дочери 14 лет, а дети больше не приходят. Это скоро на пенсию. В нижних центрах застой. Правый придаток вообще еле дышит. Левый нормально работает. Матке тоже есть изменения. Ну то есть нужно очистить организм. У вашего мужа, мне кажется, все нормально. Но у него тоже там застой начинается. То есть нужно движение, здоровый образ жизни, очищать организм. Тогда будет результат. Если просто ждать, то ничего не будет. Мы же стареем, поэтому силы зачать становится меньше у человека. В целом, женщины, знайте, что если вы, допустим, ребенка родили и пропускаете больше трех лет после этого, то это очень опасно остаться дальше без детей. Вот если вы родили полтора года, и надо опять зачинать. Или два. Вот сколько вам надо подряд пускай зачинать. Потому что, когда женщина родила, у ней вот в течение двух лет зачать второго это вообще без проблем. Понимаете? А если больше двух с половиной лет начинаются, уже трудности, застой там начинает появляться. И тогда уже будет тяжелее родить. Если вы не рожали, когда положено, ждали, ну как бы оттягивали время, потом уже... Сейчас надо раскочегаривать организм сильно, маскезы совершать, чтобы организм ожил. Нужно бегать, йогой заниматься, в бассейне купаться, на юг съездить, что-то делать, чтобы солнце поступало, чтобы... А вот муж начал бегать, он говорит, я не могу, у меня колени болят, суставы ломят. Надо продолжать, бегать не быстро. Вот смотрите, если человек из себя насилует, бежит, у него будет все болеть. Надо бегать спокойно, и болеть все равно будут колени. Но будут болеть потихоньку. Надо ждать, когда не ослабевается боль, там, допустим, дни пять ждать, опять бежать. И так через полгода боль пройдет совсем. Но если он пытается бегать быстрее, то есть, другими словами, гордится собой, над собой пытается совершать насилие, тогда он может повредить суставы.